Приветствую вас. Я честно говоря не очень понял про новый смартфон, да? Вот. То есть вы здесь пишите, что сын 13 лет требует подарок на новый год, так как вы не покупаете мне новый смартфон. То есть получается, что вы не хотите покупать ему тот подарок, который хочет он, вы не хотите купить ему то, что он хочет, то есть набор вот этот вот для взрывов. Вот. И вы хотите выйти из этой ситуации так, чтобы были и волки сыты, и овцы целы. Вы знаете, Анна, я боюсь, что такого решения не существует, потому что определенную какую-то цену придется заплатить. Да? Вот. То есть вы здесь пытаетесь с сыном регулироваться, вы пытаетесь с ним управлять, вы говорите, что он больше ничего разумного или нормального не хочет. А кто это, кто определяет, что разумно, а что нормально, Анна, ну не вышит, а все-таки сын хочет подарок. Ну вот. Далее вы говорите, что у него есть все современные игручки, что вы под этим подразумеваете, ну, тоже не совсем понятно. То есть если вы под этим подразумеваете компьютер или смартфон, то непонятно, как это соотносится с тем, что ему нужен новый смартфон, который у вас. Если вы под современными игручками понимаете, игручки в буквальном смысле, то, ну, опять же, это как бы получается, что вы за него определяете то, что ему хотеть, то, чего ему желать, что, естественно, подростку не нравится. Вот. То есть вот, в принципе, такая история. То есть если у вас нет денег на, допустим, новый смартфон или компьютер, то, ну, так ему, так можно ему, в принципе, объяснить, что у нас денег на новый компьютер или смартфон нет. Ну, вот. Но, соответственно, как только появится, мы тебе сразу купим смартфон и все. То есть сыну нужна какая-то надежда, сыну нужна, ну, нужен какой-то ориентир. Вот. Если вы не собираетесь покупать сыну компьютер или смартфон в ближайшем будущем, потому что непонятно ваше отношение к этому, ну, вот, то в таком случае, ну, да, придется, как бы, купить ему это, то, что он хочет. И, да, придется не контролировать его, придется разрешать ему это делать только в строго отведенном месте. То есть он может заниматься срывами, но только в строго отведенном месте. Например, специальное место для этого оборудовать в квартире, либо на улице, и все, все. То есть, как бы, в такой мне выйдется история. В противном случае просто у вас будет обиженный ребенок, новый год которого будет испорчен. Я не знаю, хотите ли вы этого или нет. Ну, вот. Дальше, на все ответы, сначала хотел заказать, потом посмотрел эти эксперименты на ютубе, мне стало страшно. Что именно там стало страшно, конкретно? Я ему объясняю, что химию не защищал, не разбирается, в кеме это опасно. То есть вы боитесь за него, вы боитесь за него, что он берет бомбочки и, соответственно, вот. Ну, тут, опять же, достаточно изучить тему и выдавать ему ровно столько материала, чтобы, если взрыв и был, и был, то это ему не навредило. То есть, как бы, все можно сделать при желании. Вот. Значит, отец сейчас стрессит работы, выписывает депрессанты, вряд ли он будет заниматься с сыном, один отможет ответственность за последующие взрывы. Да как на вас? Если у вас взрослый сын, сын 13 лет, то уже достаточно взрослый человек, подросток, он уже может и должен отвечать за свои действия, в том числе и за взрывы. Так, соответственно, что это не на вас, а на нем. Если вы видите опасность в этом, то ваша задача его безопасно. Вы можете сделать это, но, видимо, оно чисто физически. Вот. Сын не хочет, не слышит никакие объяснения, что это он должен делать, что это он должен делать только с нами и бил себе в голову. А почему он должен делать это только с вами, опять же? Потому что он хочет делать это один, хочет это делать с друзьями. Почему он должен делать это с вами? Это понятно, что вы им не сможете, а если что-то взрыв может причинить ему боль. Поэтому вы выдаёте им просто такое количество материала, которое взрыв сделает для него безболезненным и всё. Дальше, так, мне всё запрещено, я не хочу... Это очень плохо, что он бил себе в голову, что мне всё запрещено. То есть, ваше взаимодействие с ним, сын воспринимает именно как запрет. То есть, это не очень сильно состыкуется с тем, что вы пишете по поводу того, что, ну, по поводу того, что вы привыкли с ним разговаривать на все темы, да, и всё объясняет, всё это странно. Вот, вы пишете, я знаю, что если я сделаю мой подарок, начну всё сильно контролировать, ругаться, и будет ещё хуже. Вот видите, вы здесь на себя снимаете ответственность, что вы будете сильно контролировать и ругаться. То есть, вы не спрашиваете себя, почему я буду сильно контролировать. Вы не спрашиваете себя, почему я буду сильно ругаться. У вас нет такого вопроса. Вместо этого вы просто воспринимаете это как, ну, как некую такую объективную реальность, хотя на самом деле она таковой не является. Вот. Так может быть, вам первоначально обратить внимание на то, что вы будете контролировать ругательство, на причины этого, себе разобраться и уже потом, уже потом думать, что делать дальше. Вот. То есть, бесплатировать не получится, кому-то придется уступить однозначно, уступить нужно вам, потому что вы родители, а сын здесь более уязвимая сторона плюс Новый Год. Вот. То есть, безопасность, да, это, в общем-то, очень важная история, ей пренебрегать нельзя, и поэтому о безопасности вам стоит позаботиться и донести до него, вот так, как вы с ним привыкли разговаривать, донести до него, что, да, вы заказываете набор, но держать этот набор будете у себя, а он пока не будет отвечать в химии, будет получать только тот необходимый уровень материала, чтобы не причинить взрывом к себе вред. Вот и всё. Как бы. Так что, такой момент, мне ведь думается, что ваша склонность к контролю, потому что вы в интернете смотрели эксперименты, да, ну, то он будет с вашей склонность к контролю ничего хорошего не несёт, не вам, потому что вы в напряжении, не ребёнку, потому что ему кажется, что мне всё запрещено. Откуда он взял вот это вот, что мне всё запрещено? Вы говорите, что он это вбил себе в голову, он не просто себе это в голову вбил, он это откуда-то взял, он вывел это, он сделал такой вывод, и вы вот такой он мог сделать только на основании взаимодействия с вами. Я вас не обвиняю, я хочу, чтобы вы увидели этот момент, я хочу, чтобы вы постарались увидеть этот момент, потому что это важно. Вот. Понимаете? Вот примерно так вам можно ответить на вопрос, который вы задаете. задает. Примерно так. То есть, как бы, вы поймите правильно, Анна, я могу предположить, что у вас есть чисто ваши проблемы, чисто ваши основания, которые мотивируют вас на то, что вы будете всё контролировать и ругаться, но это не повод, это не помочь что-либо делать, да? То есть, нельзя вашей склонности к контролю и то, что вы будете ругаться, воспринимать как объективную реальность, это снятие с себя ответственности, понимаете? И я здесь понимаю, что ваше снятие ответственности с себя за одну, как бы, связано, наоборот, гиперответственность в другом. Вот. Но это никак не является оправданием, понимаете? Как не является оправданием то, что вы заняли достаточно детскую позицию, считая, что из этой ситуации можно выйти без потерь. То есть, мы все люди, и у нас у всех есть желание. Ваше желание, это же потребность безопасности, это переживание за вашего сына, и окей, это всё хорошо, с этим можно работать. Вам. Можно работать так, чтобы и сыну было хорошо, и вам было хорошо, но у сына есть желание, либо компьютер, либо это, и он имеет право выбирать. А вот вы такое ощущение, что сделать выбор и взять ответственность за этот выбор, не хотите? Ну, купите вы ему компьютер, купите вы ему смартфон. Если у вас нет денег, признайте это, признайте, что у нас нет денег, и дайте ему то, что он хочет. В поправке на безопасность, всё. Вот так. Если вы будете его все время контролировать, а вы будете его контролировать даже после уроков по химии, потому что уроки химии не убедят вас в том, что сын ничего плохого не делает, то это вопрос доверия. Знаете, это вопрос доверия между вами и вашим сыном. Вы своему сыну, раз вы хотите его контролировать, не доверяете. Вот и всё. А почему у вас недоверительные отношения при условии, что вы привыкли разговаривать с ним на темы все, и привыкли ему объяснять всё? Ну, это вот вопрос, на который желательно бы найти ответ. Понимаете? Вот. Вот как-то, как-то, как-то так. Как-то вот так можно вам ответить на ваш вопрос, попробовать. Вот. Вообще у меня сложилось такое впечатление, что в вашей семье не очень здоровая атмосфера, не очень здоровая остановка, потому что, а дед стрессе отработал, ему выписали, а антидепрессанты направили к коллегам. Из-за чего отец стрессе отработал? Почему? У него такой стресс, ему антидепрессанты назначены. Потому что, они антидепрессанты назначают при депрессии, ну, собственно, при депрессии, то с него должны были диагностировать депрессия, если у него депрессия, то это психическое заболевание. Ну, вот. То есть, как-бы, ну, то есть, тут вот не очень понятно. А вы пишете так, что задается ощущение, что вы пытаетесь, стремитесь, вот прям стремитесь контролировать, собственно, ну, контролировать всё и вся. Понимаете? Вот. То есть, это, ну, тоже такой момент не очень хороший, да, не очень такой, не очень позитивный. Ну, вот. И, вот, понимаете, да, из всего этого, как-то, вот, складывается такая картинка, да, недорогих отношений. И, до Нового года, в принципе, время-то ещё есть, вот. Вам, может быть, разобраться в себе, корректировать отношение своё к себе же. Вот. Изменить отношения и поведение в контексте ваших близких, вот. Признать, что сын уже не маленький ребёнок, что он уже по-просто, что он хочет сам какие-то вещи решать. Признать, что у него есть ответственность. Вот. Понимаете? Дать себе немножко свободы, не контролировать, там, и так далее. И, вероятно, учиться брать ответственность. Ответственность за свои поступки, за свои решения, которые не всегда могут идти вам на пользу, но и это нормально. Вот так. Я думаю, вам можно ответить на ваш вопрос. Не всё, конечно, вам понравилось, скорее всего, из моего ответа. Но, тем не менее, тем не менее, я вижу ответ на ваш вопрос именно такой. Вот. Вполне возможно, что вы чувствуете себя брошенной из-за того, что, ну, муж такой вот он. Более отстранённый, да? Более отдалённый, вот. Я вот тут посмотрел. Вы уже выбрали лучший ответ, но подпишили. Вы, конечно, тут дайте другим экспертам время ответить, да? Вот. Ну, да ладно. Вот, в принципе, так. На этом всё. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду это помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. До встречи. До встречи. Продолжение следует...